Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! Православные христиане стоят на пороге Великого Поста, в преддверии которого следуют подготовительные недели. Вот для чего они необходимы? Ну, Великий Пост – это совершенно особое время церковного года и время в жизни каждого христианина. И поэтому Церковь заранее готовит нас к этому вступлению в Великий Пост. И для этого используются так называемые подготовительные недели. Напомню, что слово «неделя» в славянске – это наше сегодняшнее воскресенье. И вот в эти дни уже в богослужебных текстах начинают звучать смыслы, касающиеся наступающего Великого Поста. И тем самым мы стараемся, ну, невозможно, так сказать, нырнуть в пост, как в прорубь, да? Это будет сложно. А здесь вот Церковь нас постепенно к этому приучает. Также и постная, так сказать, дисциплина, касающаяся пищи, тоже начинает меняться в эти подготовительные недели. Богослужение приобретает особые такие черты постовые, особенно последнюю неделю, так называемую, сыропустную. Вот. И недели этих четыре, некоторые, правда, говорят пять, еще прибавляя к ним, неделю о Закхее тоже. А так их четыре. Это неделя мытаря и фарисея, неделя о блудном сыне, неделя о страшном суде или месопустная и неделя о сыропустной изгнании Адама из рая. Ну, вот, в эти сами названия, они говорят о тех или иных событиях или притчах, которые мы слышим в Евангелии, которые призваны нас приготовить внутренне, приготовить их наступающем великому посту, ко времени подвига и некоего такого утеснения самих себя. В этом году когда отмечается неделя мытаря и фарисея, и о чем напоминает она? В этом году, 25 февраля, неделя мытаря и фарисея. В этот день церковь предлагает нам евангельское повествование о двух людях, которые вошли помолиться в Иерусалимский храм. Один из них был мытарь, а другой из них другой был фарисей. Мытарь – это сборщик податей, сборщик, налоговый инспектор. И человек этот в реалиях тогдашней жизни в Палестине был неуважаемым человеком, потому что он собирал податей для римской власти. Коллаборационист, как бы сказали. Как староста в военное время в деревне, который помогал тем, кто пришел, захватил. И в этом селе осуществляет такую низовую власть. Вот что-то в этом роде был мытарь, и он собирал податей. Причем дело в том, что тогда не было такой зарплаты, трудового кодекса, и прочих замечательных вещей. И те, кто занимались какой-то государственной службой, им отдавалась вот эта сфера деятельности, помимо всего прочего, накормление. Ну, условно говоря, вот он собирает податей, налоги. Вот ему надо собрать такое-то количество налогов, а еще ему нужно собрать себе зарплату всех же самых людей. И вот от него уже зависит, чего он больше соберет – налогов или себе в карман. Поэтому, конечно, люди это были не очень почитаемые, прямо скажем, нелюбимые в народе, осуждаемые. И вот заходит такой мытарь в храм, становится где-то в уголке, ему стыдно за свою жизнь. Он начинает молиться Богу и просить у Бога прощения за свои грехи, бьет себя в грудь, плачет. И тут заходит фарисей, такой уважаемый человек, знаток закона, человек, которого все почитают, перед которым расступаются, которому уступают место, приглашают сесть на самое почетное место. Он советует, отвечает на какие-то вопросы. Он хорошо одет. Ну, Маталь тоже, кстати, человек не бедный. И вот он заходит в храм спокойно, достойно, в центр храма становится, и говорит, Боже, благодарю Тебя за то, что я не такой, как другие люди. Я даю десятину, я одно делаю, второе делаю, третье делаю, даже еще больше того, что нужно делать. И благодарю Тебя за то, что я не такой, как прочие люди, или вот этот вот Маталь. И вопрос потом в Северном Писании, кто вышел из храма оправданным, фарисей или Маталь? Конечно, Маталь. Но это очень жизненный, я бы сказал, вечный образ. Пока существует человечество, вот эти два типа, архетипа, они будут существовать тоже. Маталя и фарисея. Люди, которые гордятся своими достоинствами, причем фарисей, он правда все говорил, он не врал, он действительно уважаемый человек, он действительно делает это. Да, и Маталь, в общем-то, негодяй, если так разобраться. Но перед Богом оправданно не по делам, которые они делают, а по тому чувству, которое у них рождается в сердце. И тот, кто принес покаяние, он более угоден Богу, чем тот, кто вот так вот хвастается своими добродетелями. Вот эта притча, почему она нам предлагается перед Великим постом? Просто для того, чтобы мы задумались, а как мы, кто мы такие сами, да? Что в нас самих, чего в нас больше, смирение Матаря или превозношение, кечение, которое было у фарисея? И ни в коем случае, вступая в пост, нельзя ничем гордиться и никакой цены давать своему подвигу или каким-то своим добродетелям. Знаете, человек говорит, ну ничего, я хорошо живу, да, в общем-то, я, это сколько год, я, что ли, хуже вот них, что ли, да? Да нет, конечно, лучше. Это он там пьет, это гуляет, это еще что-то, это еще что-то, а я, вот, молодец. Оказывается, это неправильно. Так не должно быть. Вот, собственно говоря, почему церковь напоминает нам об этом. Ну и другие, каждая неделя тоже, они имеют свое интересное такое содержание, мы можем потом поговорить об этом, да. Ну вот, притчу о блудном сыне, многие знают, конечно же, когда отец простил сына блудного, да. А вот чем важна для церкви вот эта неделя о блудном сыне? А неделя о блудном сыне важна вот чем. Дело в том, что у людей, которые живут, ну, скажем так, не очень правильно, у них возникает одно очень страшное такое чувство. Они начинают отчаиваться в самих себе. И, ну, вот, ну, а что, какой смысл? Ничего, я так уже все испортил, все пропало, все, ничего нет. И очень многие люди погибают, причем в буквальном смысле слова, погибают именно от этого. Погибают от того, что греша, они не только не могут остановиться, они еще и... Себя казнят. Не хотя, уже, да, все, они махнули на себя рукой, бросили вот сами себя. А Бог не отказывается ни от кого. Бог любого человека принимает. Даже самого грешного, самого порочного, самого испорченного, вот, самого пропащего. Да, вот, люди его не примут, люди не поймут, не поверят в его изменения, да, а Бог примет и поверит. Потому что отношения человека и Бога именно определяются словом отцовства, да. Вот, отец, как раз может отец не принять своего сына. Пусть он его сделал много грехов, ну, в том числе и против отца, но, тем не менее, вот, отец принимает его, несмотря ни на что. Это тоже очень такое своевременное напоминание человеку. Он говорит, ну, что я буду поститься, да, да, и так все равно у меня все. Что я там буду в церковь ходить, да, из глупости все, ничего не получится. Получится, если не обращать вот на это внимание и с искренней молитвой, с верой, со слезами обратиться к Богу. Все, все получится. – Почему третья неделя мясопустная называется еще неделей о страшном суде? – Вспоминается притча о страшном суде. Точнее, ну, такое вот описание того, как, скорее всего, возможно, будет проходить страшный суд. Мы не можем его вспомнить, его еще не было. Но мы вспоминаем вот эту притчу, евангельскую о страшном суде, в которой тоже очень важные говорятся вещи. Там говорится о том, что Бог будет судить людей не по их каким-то высказываниям, а будет судить людей относительно того, как они относились к своим ближним. – Да, вот, болен был и посетили меня. Нак был и одели меня. Голоден был, накормили меня. Жаждал, напоили. В темнице был, посетили. Больным был, пришли ко мне. Да, вот это люди, это те люди, которые на страшном суде получают прощение от всех своих грехов. А если кто-то не сделал этого, если кто-то не посетил, не накормил, не напоил, а Господь говорит, тот, кто сделал это брату-сыму, тот сделал это мне. Они говорят, Господи, когда мы видели тебя голодным, жаждущим, раздетым, нагим, в темнице, больным? Когда, вот, если вы отказали в этом одному из ближних своих, то вы отказали в этом мне. Ну вот, тоже очень важное напоминание о том, что такое христианская жизнь. Иногда бывает так, что человек, придя в церковь и уверовав в Бога, начинает стремиться к какой-то такой совершенно чистой, незамутненной духовной жизни. Да, что все остальное мешает, даже жена с детьми мешает. Это муж, еще кому как. Вот, и вот, не трогайте меня, вот, я не буду, вот, я вот Богу молюсь, я вот… Это неправильно. Потому что вся наша вера, все у нас проявляется через отношение к ближним. Оно должно быть евангельским, оно должно быть таким, какого ждет Господь. Вот, и последние недели, вот, да, изгнание Адама и Евы из рая – это воспоминание того события, которое произошло на заре человеческой истории, когда нарушившие заповедь Божию Адам и Евы первые люди были изгнаны из рая для того, чтобы в поте лица есть свой хлеб. Вот, и, собственно говоря, вот с этого заключительного воскресенья у нас и начинается Великий Пост. Мы осознаем, что мы тоже изгнанники, и Великий Пост, это время Великого Поста, это такая вот попытка возвращения человека к Богу, изгнанного из рая, возвращения человека к Богу. И вот до Пасхи, вот, надо вернуться. Еще вопрос от зрителей. Последнее воскресенье перед Великим Постом имеет триодин от Писания наименование «В неделю сыропустную изгнание Адамова». Вот что оно? Вот это, собственно говоря, изгнание Адама и Евы. А вот, да. То, что я рассказал, да. Все там. В последней неделе, да. Ну, а в триодин еще, рейнандокина, месопустная, сыропустная. Это дело в том, что за неделю до Великого Поста мы прекращаем вкушать мясную пищу. Но у нас остается молочная и все, что с ним связано. Ну, поэтому сырная седмица, то есть неделя, да. В нашей неделе, вот, она, когда мы мясо не едим, но едим все остальное. Еще называем ее в нашей русской традиции масленицей. Мясопуст – это последнее воскресенье, когда заговенье, так называемое, на мясную пищу, когда естся мясо, и больше оно уже не до Пасхи, его уже на столе у нас нет. А уже последняя неделя, она сыропустная. То есть сыр мы тоже отпускаем. Тоже мы ни сыра, ни молоко, ничего уже не едим. Блины все уже съели, все. В понедельник начинается строгий пост. Вот, собственно говоря, вот такие вот наименования, да. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова